Обсудим эту ситуацию прямо сейчас. У нас на связи гости из двух столиц. Столица российской бывший премьер-министр России Михаил Касьянов и из одной из мировых финансовых столиц, из Нью-Йорка, известный предприниматель Слава Рабинович. Господа, добрый вечер. Я начну с главного вопроса. К вам обоим. Вот скажите, в Европе уже начали обсуждать возможный крах российской экономики. Я смотрю, мне распечатали, есть заявление Борозу, есть заявление австрийского канцлера, главы датского МИД. Скажите, а вот это адекватная оценка? Россия действительно на грани краха? Или ситуация не настолько плоха? Слава, как вы думаете? Здравствуйте, Дмитрий. Я думаю, это адекватная оценка и даже более чем. Если у кого-то такой оценки нет, они ничего не понимают ни в мировых финансах, ни в мировой экономике. Я работаю на международных финансовых рынках уже 20 лет. Я прошел через огромное количество разных экономических циклов, разных финансовых циклов. Россия никогда не находилась в такой ситуации, в которой она находится сейчас. Тот финансовый, как мы говорим, в финансах мелдаун, то есть коллапс, который уже происходит, он профильтруется в реальную экономику в течение следующих 3-4 месяцев. И наступит точно такой же мелдаун, точно такой же коллапс в реальной экономике. Михаил, скажите, а вы тоже считаете, как и Слава, что страна катится впробовать? Какова ваша оценка? Конечно, не будет никакого обвала единовременного, завтра-послезавтра. Но в течение года-двух максимум, конечно, эти негативные тенденции будут отдавать о себе знать. И экономика, де-факто, уже не работает. Вопрос по жизнеспособности финансовой системы, которая пока функционирует. Хорошо, смотрите, но вот наши зрители, которые следят за падением рубля, вряд ли кто-то сильно радуется, что тому соседа плохо. Все думают о том, что падает не только рубль, падает гривна. У меня главный вопрос к вам обоим. А вот насколько связаны эти процессы? Может ли падение гривны последовать за падением рубля? Вот как вообще проблемы в российской экономике влияют на экономику украинскую? Насколько мы теперь взаимосвязаны? Слава, как вы думаете? Я думаю, влияют очень сильным образом. Россия и Украина являются традиционно достаточно большими взаимными торговыми партнерами. Второй фактор, который влияет на курс гривны, это, конечно же, финансы самой Украины. Украина на данный момент является, скажем так, страной, подошедшей вплотную к банкротству. Ну, конечно, гривна, конечно, имеет связь с российским рублем, так как огромный объем торговли существует между Украиной и Россией. Безусловно, если эти товары украинские покупаются в меньшем объеме, то, безусловно, проблемы эти будут возникать. Я не говорю, что рубль является, так сказать, причиной сильного ослабления гривны, ее неусловившегося нового влияния. Безусловно, эти процессы, внутрироссийские процессы, экономические финансы оказывают именно гривну. Хорошо, у меня тогда последний вопрос. Вот ваша оценка. Россия может ли, может ли себе Россия до сих пор позволить платить за войну? Или западные санкции уже настолько сильно повлияли на Кремль, что война фактически остановится, что дальше нас, вот из-за этого финансового давления, из-за финансовых проблем ждет откат к миру? Михаил. Ситуация пока не выглядит так, что завтра будет мир полный и так далее. По крайней мере, по риторике Путина и его окружения, не видно и не слышно, что они уже готовы к миру. Дело в том, что то, что может позволить себе Россия, это не однозначно то, что может позволить себе Путин. Но война может продолжать финансироваться только из-за того, что Путин хочет продолжать дестабилизировать Украину, чтобы показать, что ни Майдан, ни революция, ни вот этот, так называемый, как они говорят, режим в Киеве не способны улучшить ситуацию в Украине. А на самом деле, просто Путин ее дестабилизирует, это его единственная цель. Спасибо большое, что присоединились. Нам важно было вас услышать. В этой студии часто бывают украинские политики. Вот сейчас два свежих и авторитетных мнения из Нью-Йорка и из Москвы. Спасибо.